А сейчас об этих и других событиях более подробно. Яркие, современные и вместительные. В эту среду глава города Сергей Бердников проинспектировал новые детские сады, которые приняли первых воспитанников в начале марта. Напомню, строительство садика в 147 и 137-м А микрорайонах началось осенью 2020 года и завершилось в начале этого года. За ходом возведения объектов лично наблюдали Сергей Бердников и губернатор Алексей Текслер, которые не раз бывали на обеих стройплощадках. Что в итоге получилось? Довольны ли дети и остался ли удовлетворен увиденным градоначальник, выяснял наш корреспондент. Делегацию во главе с Сергеем Бердниковым проводят по просторным коридорам и лестничным пролетам, заводят в уютные группы и современный спортивный зал. Свои двери для воспитанников учреждение открыло еще в начале марта. Детский сад в 137-м А микрорайоне рассчитан на 230 мест. Из 12 групп 10 оздоровительные направленности. Есть две группы для детей с ОВЗ компенсирующие и особенность этого дошкольного учреждения есть группа для детей с диабетом, где созданы все условия для данной категории детей. Сегодня здесь трудятся не только воспитатели, но и узкие специалисты, музыкальные руководители, психологи, учителя-дефектологи, логопеды. Все они работают на новейшем современном оборудовании. Главе показывают интерактивный стол психолога-дефектолога. Данному оборудованию представлено более 50 игр на разную тематику. От развития окружающего мира, от развития геометрических форм. Вот даже можете обратить внимание здесь на разные темы. И тело человека, и профессии, и книги с животными, и музеи. Позаботились и о здоровье детей. В новых детских садах оборудованы современные спелеокомплексы «Соляные пещеры». В результате, после посещения, окончания курса всего пребывания в садике, вот как мы предполагаем, как будет их здоровье, что ли, отличаться от тех, у кого нет такой комнаты? У нас идет на поддержание всего здоровья ребеночка в целом, потому что именно кислород, именно загазованность у нас, понятно, что на улице. С учетом этого идет как бы насыщение клеток ребенка, и от этого получается немножечко как бы они оздоравливаются. Еще в прошлом году очередь в этот детский сад была порядка 190 человек. С началом работы учреждения она практически исчезла. В очередниках и Миша Ткаченко. Ему год и два месяца. В полтора мама планирует отдать его в садик. Его старшая сестренка Алина уже с удовольствием сюда ходит. Мы приехали из Луганска в конце февраля сюда, в Магнитогорск. Получается, ну, живем в пункте временного размещения здесь. Как бы все очень хорошо. Предоставили нам жилье, еду, то есть помогают всячески. Вот пристроили в садик. Садик новый, хороший. Немало желающих попасть и в новый детский сад в 147 микрорайоне. Он рассчитан на 290 мест. Его открытия ждали 315 детей. Здесь работают три группы раннего возраста, семь дошкольного и две для детей с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня мы вот прошли по двум садикам. Но вы знаете, действительно просто вызывает изумление. Во-первых, все хорошо сделано. Подрядчик действительно вложил душу в эти садики. С одной стороны. С другой стороны, конечно же, сегодня отношения государства, управленцев, руководителей Челябинской области, ну и, конечно же, наших работников и нашего управления, значит, образования. Действительно, как все оснащено. По словам Сергея Бердникова, сегодня город планирует строительство еще одного садика и как минимум двух школ. По одной из них вопрос уже решен. В целом, в планах руководства города стараться ежегодно закладывать по новой школе и по садику в Магнитогорске. Юлия Черешнова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ.